Ребята, всем большой привет! Мы с вами едем на самый знаменитый пляж в этой местности. Он называется Капутаж. Я там еще ни разу не была, просто проездом только видела. Мы едем вдвоем с знакомой. И, короче, сейчас я за ней поеду заехать. Конечно же, я опаздываю, но, правда, пока на 10 минут. Это для меня значит, что я не то чтобы опаздываю, а это значит, что я супер вовремя. Сейчас заеду и помчимся. Здесь, видите, горы, горы. Ой, это нам с тобой еще обратно столько подниматься. Да, тут еще фитнес в подарок. Надо спуститься, там подняться. Так, ребятки, ну что, вот пляж. Мы уже час просто просидели в воде. Здесь, знаете, сразу очень глубоко. То есть, видите, буквально пара метров, вон там люди уже не стоят. Здесь вода, типа, такая голубенькая, но волны, они вообще классные. То есть, мы вот болтались вот там вот на буйках. Вот там вот дорога проходит. Но с парковкой просто трэш. Мы обратно пойдем, я вам покажу. В целом, красиво, но народу, как видите, немало. Лежак стоит 50 лир. Это сколько? Ну, типа 170 рублей. Один лежак, ну, два лежака и зонтик 150 лир. Здесь вот такой песочек. Но внутри там и камни встречаются. Вообще здорово, красивый цвет воды. Сейчас я попробую снять, чтобы не было людей. Вода теплая, но вот мы когда на яхте плавали, вода намного теплее была. Но она все равно очень классная, море теплая. Вот такие камни встречаются. Идешь, идешь по песку, а потом там уже галька. Ну и вот все, вот тут вот люди, это уже они не стоят. То есть, уже глубоко. Привет, черныш. Ребята, помните, я вам обещала, что я черныша угощу. И вон наша подружка. Блин, черныш, давай ешь печенье, на. У нас сегодня новые гости приехали. Нарядилась. У меня сыночек. Единственный экземпляр ручной работы. Вот. Я к ней прицепила. Но знаете, мне казалось такой типа супер вечерней. Вот. Но я прицепила к ней вот такой спортивный типа ремешок. Луишку и вообще, зашибись. Сегодня целый день провели на пляже. Ой, что я падаю. У меня голова разболелась. Видать, я чуть перегрелась. Вот. Но вообще очень классно. Теплое море. И мы, знаете, как это, как поплавки заплывали за эти. Забыки там прям глубоко. И мы прям часами, там час в воде, 20 минут на суше. А Коля увез там знакомого куда-то, куда-то. И мы должны встретиться все внизу. За мной сейчас тоже знакомых заедут. Что-то мы все как-то резлились. Я решила чуть до дороги пройтись. Видите, у наших соседей какие там тыквы растут. Прикиньте. Офигеть, просто вдоль стены и висят. Вау, какой у них мощнейший виноград. Просто. Блин, эти тыквы, посмотрите. Круто. Кстати, ну тыквы в магазинах я вообще не вижу. В продаже еще ни разу не видела тыквы. А тыквы на крем-сумб я бы выпил. Вот здесь какая-то развалинка. Инорд почему-то любит ходить в печь. Я не знаю. Он придурок. Какая-то вода течет. Здесь так, типа, соседи. Прикиньте, тут участок. Ну, ребят, смотри, хоба в ресторане. Блю терраса называется в Калкане. Ну, вообще, в жизни, конечно, выглядит очень мило. Вот эти вот розовые цветочки. Здесь просто везде, блин, волшебник, мразенка на меня не прыгнула. Смотрите, как красиво. Хочу зайти в туалет, показать вам, потому что я покажу в сторис. Это был вообще хитик просто. Но там кто-то вон приснуется в этом туалете. Надеюсь, уже сейчас закончится эта бессилотка. Смотрите, какой дурак смешной на картинке. Ребята, это просто туалет. Это для треш-салона. Я, на самом деле, понимаю, почему есть много времени проводят люди. Просто посмотрите на это. Просто. Ну, это какой-то прикол, потому что это мыло можно внизу купить. Короче, прокладки какие хочешь. Вообще. Что хочешь? Просто, прикиньте, туалет для треш-салона. Просто какой хочешь. Крем для рук, мыло, дезодорант, ароматы. Просто. Какая жирная собака. С мячиком. Вообще, с деважирной. Или что это лето? Еда у него какая. Просто нормальная тема. Собака просто пос... У-у-у, какой у нас синий свет. В общем, ребята, я сегодня снимала ночью. Говоря, мы аналитику. Мя, я перебиваю. Мя, я перебиваю. Мя, я перебиваю. Майн-экон. Короче, Никит Минаж. Уже сняла парик. Осталось только... Блин, какой этот клитер. Глитер. О-о-о-о. Май, гад. Ну-ка, это вот Я, короче, хотела вам вообще Про другое рассказать Про что? Забыла я Короче, у меня тут просто миллион компьютеров Ну, два, то есть Перекидываю какие-то данные Тудым-сюдым, потому что я снимаю Сейчас я вам покажу Короче, я теперь решила попробовать снимать вот так Это у меня, ну, лампа чуть-чуть Чтобы свет не такой яркий был И в целом Мне кажется, на вот Видео как раз Монолитика с некими наш Там новый ракурс За ним, конечно, надо следить, но я начала снимать Потому что у меня, короче, это было вынуждено Потому что раньше они стояли примерно на одном уровне Вот это основная камера Это макро, вот И когда они стояли на одном уровне В целом я снимала макро как бы чуть сверху И вроде было красиво У меня один штатив, я его покупала здесь Вот этот, по-моему, он Супер хлипкий какой-то просто А камера с вот таким Объективом, она тяжелая И поэтому объектив должен быть Вот это у меня, видите, вообще какой мощный Специальный, дорогущий видео Этот, как его Ну, короче, вот этот Не объектив Все, я уже заговариваюсь Уже поздно Я уже с ума схожу Короче говоря, у меня был только низкий Который я использовала для этих фонариков И я поставила И что-то такой прикольный ракурс получился Но, конечно, надо следить Получается, у меня вот здесь один ноутбук Свет, вот здесь второй ноутбук Я ставлю Вот этот стол, который я купила в Икее Он мне, конечно, не очень удобный Тем, что он очень узкий У меня, видите, мне, конечно, надо бы микрофон сверху подвесить Но у меня пока нет стойки Вот в Москве, может, привезу себе стойку с микрофоном Потому что я его обычно так вотчик вешала Ой, и вот эту лампу Которая у меня чуть снизу подсвечивает Я хотя бы вот на 10 сантиметров туда смогу сдвинуть Потому что, ну, реально вообще неудобно Просто, видите, вот эта вот рабочая поверхность Какая маленькая, получается Ну, как маленькая Смотря размере, чего мы говорим Ну, в качестве рабочей поверхности Маловато Вот это вот, куда провода убираются Вообще этим не пользуюсь Вообще неудобно Ну, в ящике В ящике, то, что у меня здесь Вот это, конечно, удобно Ну, только я, конечно, всякий срач Ну, как, я знаю, что у меня где лежит Тут есть своя логика Я еще решила сразу после завершения съемки Разбирать срачельник на столе Чтобы потом было приятно садиться за чистый стол Потому что раньше я этого не делала И в итоге срач был просто всеобъемлющий А здесь у меня мусорка Ее сейчас надо вытряхнуть Перемыла все кисти Короче, цел день Убила фактически И у меня вот здесь вот чистые кисти Вот А сюда я ставлю грязные И потом их, когда почищу Убираю сюда У меня вот еще целый контейнер кистей Который я себе привезла И еще отдельно я сразу собрала набор Рабочий, ну, типа для мастер-классов И так далее Вот он отдельно в тубусе стоит Вот В целом сейчас более-менее адекватное количество кистей Ну, просто у меня их реально много Поэтому сейчас есть немало У меня здесь косметосик Кисти какие-то, короче, все расложу И со спокойной совестью пойду уже спать Потому что мне завтра вставать супер рано Боже, как же этот красивый этот глиттер голографический Мне вставать завтра раньше, чем в 7 утра, наверное Ну, в 7 утра буду вставать Потому что мы поедем завтра вообще в другой город 200 км отсюда Мы поедем в термальные источники Кататься на лодке Там есть пляж, где вылупляются черепашки И там есть черепаший госпиталь Тоже какие-то развалины Ну, в общем, завтра воскресенье Завтра у меня будет досуг Вот Все, убралась Это я оставляю, чтобы собирать косметику для видео Здесь у меня всякий уход и спрей колориста Всякий крем Ну, такой уход, знаете, который перед видео Карандаши для губ Потому что, ну, реально, единственное место для них Там какие-то просто, не знаю, просто красиво, типа Ну, как, не очень красиво, конечно Ну, да ладно Здесь кисти Ну, собственно, вот Этот ноутбук здесь постоянно стоит К ним подключена камера Этот не постоянно Я с ним хожу по всему дому Потому что на нем я монтирую, собственно И сюда я вывожу только макро Получается А основная камера вот сюда выводится Этот я подключаю, соответственно, когда только там глаза крашу Ну, короче, там мне надо снять макро Ребята, помните, я вот там вам арбузик маленький показала Вот он лежит Арбуз Он, короче, nice Я тебя прошу, хватит топтать мои продукты питания Короче Он, видите, вот так вот тянется И у него такие усы Я сейчас просто охренела Смотрите Он, короче, полз Полз, полз И просто такой Hello Офигеть Может, у него еще есть? Вот почему Что это значит? Самая вкусная трава, короче Вот здесь вот Конечно же, надо потоптать Арбузы Сейчас 8 утра Нет, еще поменьше Сейчас 7.50 Соображаю, короче, слабо В общем, мы сегодня с вами поедем В город Долян Это 2 часа отсюда езды Вот Мы поедем Значит, что мы будем делать? Короче, там есть пляж, где вылупляются черепашки И ползут Здесь у нас тоже есть рядом Потара, пляж Ну, в общем Они, знаете, как они вылупляются И, типа, бегут вот как В National Geographic и так далее Показывают Они ночью это делают А утром, кто не успел Там птицы съедают Ну, грустно Но, как бы Такова жизнь Давай-давай А я А здесь собака А здесь собака Потом Там на лодке Можно поплыть Посмотреть Какие-то Ликейские Руины Типа Красиво Интересно Посмотреть потом Про них На видео На Ютубе И Там есть еще Термальные Грязевые Источники И туда поедем Я даже свои сняла Брасслеты Чтобы у меня Всю грязью Это не залепло Видите, какие у нас Эти Уже здоровенные Гранаты На гранаты Я прям возлагаю Надежды Кстати, помните Я рассказывала Что я так и не знаю В итоге Это я урвал Ладыню Садовник Или садовник У меня Потому что, конечно По логике Что Ну, как бы Мы арендуем дом Вместе с садом И, типа, это Все наше То есть мы все это Можем есть Знаешь, да Ты очень дикий Да, ты молодец Да Сразу перестает Брать У него просто иногда бывает Он, знаете, начинает Задними ногами Вот это вот делать Типа он дикарь А потом Мама, порежь мне рыбу сырую Ну, в общем Норд, не надо есть Только яблоки Которые тухлые Уже Пожалуйста Как вино Будешь бухой Потом Как давно Когда записываешь Можно пересмотреть Про что ты говорил Короче Я недавно выходила Этот задохнул Я ему такая Типа, хеллоу А он мне даже не улыбнулся Прикиньте Какая Гад какой Не знаю Может он застеснялся Или что Но есть все-таки Ощущение Что он думает Реально Что я у него Своровала и дыни И арбуз Ну, не знаю Я считаю Что это все-таки Он у меня повер дыни Буду придерживаться Этого концепта Чищая бабка Нордика Чищая бабка Такая Травоядная Да, травоядная Тут невкусная Да, травка растет Жесткая Найс, что там? Какая-то палка Видать, прицепилась Найс Иди ко мне, мой мальчик Иди ко мне, скорей Да, давай Да, давай Да, давай Да, давай Знаете, что Офигеть Четыре просто Здоровые Черномордые Собаки Здесь на выезде Я их не видела Раньше Но здесь, кстати Поэтому иногда Ну, может быть Опасно гулять Со своими Блин Причем они Это Собака Ничего страшного Где он там? Не кастрированные Собака Давай Он просто стоит Понимаете Перед машиной Давай, давай Так, ну что Мы приехали На пляж Вот здесь Списает черепашек Вон пляж Прямо Это все Со своими Зонтики Палатки А вон Лизаки Какие Есть Ребята, ну видите Песочек такой Ну, как бы Не знаю Мелко Вроде Сейчас пойдем купаться Но все Красиво Симпатично Вообще Хочу сказать Что классная Тут инфраструктура Здесь Много Переодевалок Души Туалет Чистый Не дырка Просто Там В полу То есть Вообще Здесь Вот возле Парковки Пожалуйста И на пляже Тоже Прям Молодцы Отличная Инфраструктура Смотрите Там Легийские Гробницы Высечены В скале Это Вот этот Городок Долян Милые Тут такие Улочки Прямо Это Терраса У них Тут Голубого Краба Какого-то Они Вылавливают И Вон Там Эти А А кого Там Хоронили Царей Наверное Какие А Нас Подышать Надо Ой Их Там Две Побольше И Поменьше Блин Она Там Прям Кружится Тоже Вотиком Кверх Играет Типа О Ну что Ребята Вот такая У нас Вкусняшка Креветки Голубой Краб Которого Они Тут Вылавливают Себас Какой-то Стейк Кого-то Ну что Я буду Пробовать Краба Мы приехали в какие-то источники Припарковались Чуть не припарковались сюда Интересно Вот уже горячие источники Ну вот Собственно Атмосфера Блин Ну это Конечно Вообще Пришел Тут Зверить В женскую Передевалку Короче Грязи Всякие Термальные Бассейны Выглядит Это Не очень Чисто Скажу Я вам Честно Ну Много места Видимо Все на лодке Приплывают На экскурсии Так Вход в 15 лир Это Ну тебе 50 рублей В этот момент Я обдумываю Все свои Жизненные решения Это ужасное ощущение Потому что Когда заходишь Там вода Грязь И ты как будто В говно Наступаешь Свинья Грязь Везде Найдет Смотрите Спальню Просто взял С собой Привез Так Забрался Поспал И дальше Поехал Здесь Кстати Много Кемпингов Здорово Красиво Как река Мы в ней Тоже уже Там Накупались На этих Источниках Приехали В Глори Джинс Это Какой-то Город Гетчик Гетчик Там Вон Яхты Яхты Ребят Я сегодня Прекрасно провела день А после Что я делала Ничего Сейчас Мы посмотрели С мужем Кино Я умылась И Сейчас Наносить Уход Ночной Господи Как же Хорошо Просто взять И ничего Не делать Везти Вы знаете Когда я работала В офисе Мне с выходными Было Намного проще Намного проще Было отдыхать Это цирк У меня Потому что Ты понимаешь Что у тебя выходные Кремль Это же Брон Дар Факт Короче Понимаешь Что у тебя выходные И отдыхаешь А тут Как-то Когда ты сам Работаешь Я вообще Никогда не понимаю Что у меня выходные И вы знаете Мне кажется Я только здесь В Турции Начала Именно Выходные Какие-то брать Что вот просто Весь день Без испытывания Чувствую ины Это самое важное Так Конечно же Сыворотка Топлэш Чтобы мои Мохнатки Расли Длинные И красивые Вот мне все Врачи писали Знаете В рекомендациях Типа соблюдение Режима Труда И отдыха Вот я вообще Никогда Блин Не соблюдала Вообще-то От усталости Стресс Болезни И у меня же Работать Менее эффективно Поэтому У меня считаете Было два Фактических Тенет Я сегодня Монтировала Достаточно долго Завтра Хочу И на море Поехать Хочу И поснимать Мне кажется У меня столько Кадров Во влогах Из положения Лежа Что онлифанс Меня точно Уже ждет Короче Я Слушайте Подзагорел Даже немножко Потому что Ходили же На пляж Вот здесь У меня Были лямки Когда я каталась На яхте Я была в таком топе Потому что Постоянно прыгать в воду А если прыгаешь в воду Вот в таких бандо То как бы Вот это вот Все Во все стороны Так Что я делаю сегодня Ну я проснулась Позавтракала Что-то еще Поела Подела Короче Я хочу Поснимать Сегодня Хочу снять Наверное Два Видео Потому что Я хочу Снять Му аналитику Подписчиков Многие спрашивали Типа куда присылать Фотографии Мне еще Первый раз До хрена Прислали фотографии Поэтому Если что То все В запрещенной Социальной Так сказать Сети Короче В инстаграме Я объявляю Мой основной Аккаунт Пожалуйста Не надо Присылать Фотографии Я их оттуда Не буду брать У меня есть Специальный Аккаунт Для этих целей Когда надо Я вот В инсте Пишу Что присылайте Типа сюда Я хочу Сделать Образ Париком И я его Сейчас помыла Потому что Парики у меня Некоторые Которые были Уложены Надо переделать Укладку И вот это Все счетствует Ну не очень И волосы Такие уже Сейчас покажу Просто здравствуй Просто как дела Короче я его помыла Это вот этот Типа платиновый Блон Причем он где-то Более платиновый Где-то такой Желтоватый Не знаю Я его сейчас Поставила сюда Сушиться Потому что на солнце На самом деле В разы быстрее Чем феном То есть мне важно Чтобы шапка Сейчас просохла Остальное Я уже феном Досушу На солнце Потому что так вот Я помню В Москве Оставляешь Если Парику Так сушиться Даже на ночь Просто вот В комнате Ничего не происходит На следующее утро Здесь полчаса Вот вы слушаете Я вот повесилась Минут пять назад Уже шапка такая На двадцать процентов Высохшая Вот они любят Знаете Я Парики на Алике Заказывала На самом деле Они что на Алике Что в дорогих Дорогих местах Одно и то же У них есть определенная Густота И они часто там заявляют Не знаю Там 70 сантиметров Длина И у них будет 50 Вот такая нормальная Более-менее Густотый тон Достаточно тонкий И потом вот Знаете Еще 20 сантиметров Вот таких вот Соплей У меня кстати Гардероб С сумками И с париками Теперь все вместе На этом Что-то перехреначивала Вот видите Я здесь колористая Сделала корни Ну вот впереди Только не очень удобно Пшикать В целом Мне больше нравится Нежели когда Просто один Вот яркий цвет И высокая густота Густота у париков Это тоже не очень хорошо Потому что Здесь же технология такая Что вот видите Здесь узелок То есть здесь Впереди И с каждого узелка Как бы два волоса торчит То есть если вы хотите Сделать Парик с длиной 50 сантиметров То вам волосы Нужны длиной Ну где-то минимум Там 70-80 сантиметров Потому что они завязывают Вот узелок Длинная часть волоса Идет вот на длину А более короткая Ну как бы Более короткая часть Из узелка Она вот здесь вот остается И получается Что у вас вот тут Вот шапка Очень густая Потому что Ну они же не пополам Складывают волосок Потому что Иначе из волоска 70 сантиметров Получался бы парик 35 Типа вот столько И из-за этого У многих париков Особенно которых Высокая густота У них здесь Просто шапка И вот если так Это незаметно Ну вот этот парик Вы не представляете Как долго Я его специально Заглаживала Чтобы он на башке Не смотрелся Таким на этих Как шапка Короче с париками Это реально прям Супер Отдельная тема И вот у меня есть Кстати новый парик Неокрашенный Я все думаю В какой цвет Его покрасить Может быть Светло-рыжий Знаете Такой как Имбирный цвет Вот и не кальки Надолго были Такой оттенок волос Еще волосы Такие Типа средней длины Не знаю Вот этот парик Тоже был неокрашенный Вот он сейчас Мне нравится Какого цвета На камере В жизни Он вообще Не такой В жизни Это вот такой Холодный Руссетик Как вот так Показать Может он на камере Вот так смотрелся Вот Ну прямо Он знаете Холодный И еще Плюс Не прокрасился Он И мне Такой не очень Нравится Я хотела Он густой И длинный Я хотела Под свой цвет Волос Покрасить А в итоге Какой-то Блин Князь Мышкин Получился У меня Такой цвет Просто не идет Я знаете Надеваю И я просто Восстановлюсь Серого цвета Я поэтому Я думаю С холодными Оттенками Вот с этим То же самое Мне приходится Супер теплый Какой-то Тон Наносить Вот опять На камеру Он кажется Каким-то Вообще Клубничным Блондом А он На самом деле Он клубничный Он прям Холодный Вот эти Волосюшки Поэтому Да Вот этот Более теплый Это мой цвет Волос Только светлее Цвета Ну тона На два Наверное Вот этот Теплый парик Мне очень нравится Мне кажется Он идет Рыжий Короче Вот этот Видимо Рыжий Придется Перекрашивать Ну да ладно Просто я Длину парика Решила Примерить Вот эта сетка Она потом Отрезается Ну такая Средняя Длина С учетом того Что еще Чуть Чуть подровнять Смотрите Как прикольно И челка Тут сделана Вообще Очень даже Это Приличненько Не знаю Давайте проголосуем В какой цвет Покрасить Я вот хочу Такой светлый Какой-то Имбирный Главное Чтобы знаете Все-таки В один оттенок Покрасить Потому что В несколько Мне будет лень Потому что На такой парик Где-то Четыре Упаковки Краски Надо И здесь Тоже Не все Продается Короче Напишите В комментах Внизу В общем Она у меня Почти досохла Подружка Моя На солнышке А поэтому Пришлось Даже перед укладкой Чуть брызнуть водой Слушайте Я вот накручивала На дайсон Решила Попробовать Потому что Я кстати Парики Редко Достаточно На дайсон Накручивала И решила Посадить В клеммы Потому что Мало ли Что Достаточно Вот удобно Что с широкими Прядками Просто Фигак Фигак Но вот это Даже она Слишком Накрученная То есть Мне хочется Чтобы они Были Более Такие Расслабленные Но скорее всего Она Расслабится Через Некоторое Время Надеюсь Либо я Чуть-чуть Прочешу Знаете Такой Влажной Расческой Посмотрим Здесь Вот Симпатичный Цвет Ну такой Желтоватый Но я Не возражаю Я накручиваю Здесь В эту Сторону Здесь В эту Все От Лица Давайте К низу Потому что Низ Там Вообще Без разницы Какой он Будет Вообще Особо Не видно Так Тепло Еще Потому что Напоминаю Что у нас Локон И накрутка Формируются Тогда Когда Локон Остывает То есть Если Он Остынет Вот в таком Вот положении То он Будет Лучше Держаться Ну вот Оставлю Пока Вот такими Сосисами Не буду Пока Расчесывать Видите Даже Вы Посмотрите Какой Прямой Да Волос Какой Длины И Какой Он Накрученный Потому что Вот Все равно Само Подрас Плавится Буду Дальше Сейчас Ну хотя Давайте Я Че уж Жалеть Говорю Неважно Как Будет Выглядеть Нижний Ряд И Мне Даже Хочется Что Во Вот Так Вот Смотрите Отлично Вот Мне Нравится Что Такой Чик Вот Эта Дырка Нас Не Интересует Закроется Надеюсь Следующими Рядами Волос Слушайте Ну вот Что Это Такого Плана Получается То Здесь Будет Такая Как Челка Уходящая Назад Так В целом Я Сейчас Оставлю Чуть Отдохнуть В таком Вот Положении И Я Его Уже Видите Прям Вычесывал Так Мощненько Достаточно Чтобы Осталась Прям Легкая Легкая Волна Его Можно Сделать И Прям Супер Мощно Накрученным Здесь Натуральные Волосы Кстати Вот В этом Плане Каждый Парик Будет Тоже Уникален Как И Человеческий Волос Здесь Это еще Прикол В том Что Парики Обычно Из Нескольких Типов Волос Ну В смысле С Нескольких Голов Короче Делаются Вот То есть Можно Пожалуйста Его И Накрученным Сделать Залачить Но Мне Наоборот Нужен Более Лайтовый Вариант Потому Что С париками Когда Они Сильно Накручены Они Могут Сидеть Знаете Вообще Как Шапка Просто Потому Что Вот Сейчас Кажется Вот Так Вот Заглаживать Потому Что Это Будет Выглядеть Реально Ну Как Шапка Тут Слишком Много Волос Короче С париками Это Прям Отдельная Тема Мне Вот Так Вот Нравится Когда Ну То То Я Вот Здесь Приклею От Лица Вот Это Уберу Ну Типа Того Что Будет Продолжаю Оформлять Парик Вот Такой У меня Оттенок Русский Обожаю Его Обычно Ставлю Вот Так Вот Палочку И Пшик Тут Что-то Я Пшиканул Ничего Страшного Там Я Косметикой Все равно Буду Оформлять Мне Кажется Вот Здесь Страна Без Вот Этих Корней С Корнями Смотрится Чуть Более Естественно И Еще Кайф В Том Что Если У Вас Например Свои Волосы Русого Цвета То Спереди Можно Чуть Выпустить Своих Волосков И Тогда Это Будет Вообще Супер Незаметно Так На одной Рукой Если Конечно Тут Сейчас Напшикаю Ребята Привет Ну Что Я Все Так Это Приехал На Пляж Сейчас Вам Покажу Сую Нистовую Парковку Пляхом Уходом Прям Перед Моей Машиной Просто Я Уже К Синему Прижалась Тоже Там На Максималку Если Что То Засняла Короче Говоря С Парковкой Тут Просто Трэш Здесь По идее Нигде Нельзя Парковаться Кроме Парковочки Где Мы В прошлый Раз Припарковались Но Там Естественно Уже Все Занято Поэтому Все Паркуются Вдоль Горы И Вот Эта Парковка Она Где-то Ну Часам К 11 Утра Растягивается Примерно Отсюда На Полтора Километра Но Я Слышала Что Здесь Надо Типа Супер Рано Приезжать Не Знаю Сейчас 9 40 Примерно Как бы Спарковка Ну То 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 Трешовенько Но Место Найти В целом Можно Ну Здесь Лестница Еще Посмотрим Много ли Народу Уже На Пляже Ну Средний Ну Лежаков Вон Много Пока Свободно Я Причем Приехала Одна Потому Что Я Хотела Вчера Хотела Потом Такая Нет Поработаю И Сегодня Такая Тоже Надо Поработать Думаю Сначала Съезжу Я На Пляж С Палкой Чтобы Можно Было На ней Просто Повеситься И В воде Тусить Позагораю Еще Немножко Потому Что Завтра Уже В ночь У меня Вылет Из Доломана В Маск Ой Москву В Казань Нет В Москву Через Москву Я Лечу Пересадка У меня Там Длительная Пересадка Вот Успею Какие дела Сделать И Типа Прилечу Утром Прям Рано В 7 Утро И Через Там В 5 Часов На Следующий Рейс Ну Народа Вообще Да Уже Много Взяла Све Один Лежак Без Зонтика Ну Потому Что Я Скорее Всего Буду Все Это Время Купаться Буквально Пару Часов Господи Смотрите Себас И Смотрите Целый Этот Лосось Есть Я Взял Стейки Лосося Попробую Запечь С картофелем Ну И Собакам Взяла Вот По Три Маленькие Рыбки Креветки Вот Стоит 379 За Килограмм Но Здесь Витя Есть Побольше Поменьше Он Еще Кстати Отчет Лосось Видим Класс Мне нравится На самом деле Большую Дораду Такую На полтора Килограмм Покупать Все Ее Один раз Почистил Мясо Выложил Супер Тут Он Большеголовый Лежит Привет Друг Даже Ему Вставать Лень У меня Кстати Какой Дикий Можно Тебя Погладать Блинка У него Большая Башка Мне сказали Что Это Турецкая Овчарка Как Так Кагал Что Лен Называется Ну Пришло Хочешь Еще Ой Нет Пошелечек Шанель Пожалуй Заберу Все Давай Пока До новых Встреч Кстати Я забыла Сказать Что Я уехала С пляжа И просто Такой Знаете Наталин Купать Рыба Просто На льду Посмотрите Как Прекрасно Я выгляжу Когда Мне Жарко Очень Короче Купила Собачьих Вкусняшек Три Пакета И Здесь Еще В двери Есть Потому Здесь Постоян Кого Надо Угощать Заехала В супермаркет Купила Лосося Купила Бост И Жарко Купила Целиковую Курицу Хочу Ее Запечь На Картофеле На Сладком Картофеле Что Еще Я хочу Сделать Хочу Поехать Взять Кофейку Если Будет Черныш Черныша Тоже У него Там Что Какая Черныша Проблема С Лапой Я Посмотрю Думаю Что Вок Ветеринара Надо Отвезти Смотрю Как он Ходит Короче Блин Черныш Этот Негребет Запал В душу Прям Это Уже В какую-то Проблему Превращается Честно Говоря Сейчас Очень Жарко И У них Обычно В это Время Свои Достойки Жила Надо Приезжать Или Рано Утром Или Вечерком Я думаю Че Норд За мной Ходит Все Орет Все Ноет Настя Ну пожалуйста Такую-то Резать Не придется Я надеюсь Ого Это нормально Вообще Настя Ну она Прям Очень Маленькая Ну Прям Очень Маленькая Ешь Давай Давай Норд Тихо О Смотрите Когда вкусно Может и похудеть Прекрати Рыбка Перед мытьем Полу Ну вот Смотрите Такую Захалу Норд Отвали Ты уже Съел Две Сейчас Найс Эту Хотя Бо Домучит Ну это Конечно Прикол Дикая Северная Собака При том Что Найс Больше И намного Сильнее Норда Но Вот Достался Аристократ Вместо Дикой Северной Собаки Пол Давай Вылизывай Понимаете Куриное Филе Ему Тоже Так Не Подходит Ему Значит Норд Ну это Последнее Норд Как тюлень Не Он Как Креликан Давай Чери Можно На одном И том же Пожалуйста Месте Смотрите Ляжет Сейчас Прикиньте Как Как Понял Понял Что Мать Не Будет Норд Так Голова Ребята Ребята Ему Очень Вкус Очень Любит Рыбу Но Вот Порционными Кусками Он Кошмар Потом Потом Сюда Чего Нибудь Носовать Ей Туда Внутрь Жир Что Ли Не Знаем Я Порезала Сладкий Картофель Крупными Кусками Чуть Чуть Буквально Оливковым Маслом Полила Посолила Присыпала Базиликом Короче Внутрь Мы Ей Ничего Пихать Не Будем Потому Что Она Беспозвоночная Животная Теперь Вот Видите Она Плоско Будет Лежать На Картошечке Поэтому Лук Я Порезала Вот Покрупнее И Его Надо Сейчас Картошечкой Перемешать Но Я Люблю Просто Сладкий Картофель Можно И Обычный Естественно А Когда Мы Напихиваем Курицу То Это Другой Рецепт Немножко В Следующий Раз Делаю Я Просто Знаете Хочу Приготовить Рыбу И Курицу Потому Что Я Уеду Вот Чтобы Коля Было Что Есть Но Как Б Здесь Нет Проблем С Ресторанами Что Я Не Сгорел За Все Это Время Так Теперь Вот Эту Подружку Надо Посолить Поперчить И Присыпать Еще Чем Сделать Ей Массаж Поливаю Подружку Оливковым Маслом Вообще Это Можно Делать И Вот Здесь Вот Наверное И Положим Крылья Надо Будет Только Спрятать Зато Не Сгорят Посолила Подружку Да Вот Так Подружку Посолили Что Еще Сделали Базиликом Посыпали И Теперь Копченая Паприка Укутываю Фольгу И На 40 Минут В Духовку Это Я Конечно Тот Еще Повар Я Ставлю Обычно На Максимум Это Наверняка Неправильно Но Мне Нормально Короче Ставлю На Максимум И На Режим Типа Гриля Наверное Да И 40 Минут А Потом 15 Минут Еще Чтобы Корочкой Как-то Покрылась Ну Я Так Знаете Чисто Интуитивно Может И Херня Из-под Коня Получится Я Никогда Не Знаю Ну Что Получилась Вот Такая Красота Хрустящая Хрустящая Корочка Этот Весь Пропекся Мягенький Мягенький Пробуем Как Сочно Так Мягенький Мягенький Собственно Сейчас Я Этим И Хочу Заняться Мне Кажется Что Под Этот Мейк И Под Эту Блузку Идеально Темный Парик Подходит Он У меня Был Более Длинный Но Там Были Такие Кончики Эти Сопливые Я Под Такое Удлиненное Коре Мне Кажется Это У меня Примерно Такая Длина Сейчас Волос И Я Чего Вспомнила Хотела Помните Я Такая Расческа Я Покупала На Алике И Это Просто Если Вы Носите Парики Натуральные Это Прям Обязательно То Ей Прям Максимально Я Прилизываю Эту Сторон Посмотрите Какая Разница То Это Парик Он Еще Не Очень Густой Но Вы Посмотрите Как Вот Здесь Торчит То Оно Прям Шапка Практически Сидит И Это Еще Все Равно Очень Хорошо И Здесь Нужно Быть Ну Выглядит Естественно Как Типа Свои Волосы А Если Это Еще И Густой Парик То Это Прям Вообще Прям Обязательно Расческами По идее Можно И Афро Волосы Выпрямлять Ну То Вьющие Такие Но Не знаю Блин Она Такая Горячая Со всех Сторон Короче Я Ее Вот Только Парики Приглаживаю Мне Нравится Мне Оно Цвет И Он У Меня Еще Вот Он На Камере Кстати Выглядит Мне Кажется Как Истинно Черный Но На Сам Деле Такой Типа Но Я С Этим Париком Я Его Так Мощно Кастомизировала Я Хочу Сделать Курс Стилист По Волосам И Волосы Для Себя И Я Хочу Сделать Большой Блок По Работе С Париками Потому Что У Нас Вообще Никто Не Умеет Мне Кажется В России Работать С париками С натуральными Но В плане Есть Специалисты Которые Делают Красивые Укладки Но На Съемках Я Когда Просила Приклеить Париках Клеят Даже Те Кто Делают Парики На Такие Даже Те Кто Постоянно Работает С париками Клеят Их Не На Гель Для Волос А На Прозрачные Такие Штуки Это Вообще Выглядит Ну Прям Стрёмно И Максимально Неестественно А так Просто На гель Для Волос Клеите Ну Потому Что Все Эти Способы В Интернетах Уже Во всех Показали Не Так Что Сложно Но Есть Нюанс Что У меня Походу На Гель Для Волос На Клею У меня Аллергия Вот Точнее Там Знаете Вот По Краевой Обыстряется Псориаз Тварь Так Я Сегодня Вот Приклеиваю Чтобы Проверить Все Так Это Аллергия На Гель Волос Или На Что Другое Так Короче Я Здесь Просто Обрезала Вот Эти Бэйби Хейр Я Не Вижу Смысла Честно Говоря Их Укладывать Потому Что Потому Что Когда Их Укладываешь Сразу Во-первых Понятно Что Это Париг Во-вторых Укладывают Я хочу Все-таки Решиться Сделать Самой Для себя Челлендж И Типа Походить Пару Дней В парике Мне кажется У меня Отвалится Просто Кожа На Которую Приклеится Но Возможно Что-то Такое Я сделаю Пострадаю Отлютуб Короче Ладно Буду Снимать Видео Закончила Ребята Снимать Отклеила Ресницы Уже Есть Макияж Блин У меня Поехал Да Трэш Ну конечно Все капец Красное Вот здесь Гель Короче Посмотрим 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 Что это за белое пятно Сегодня будем готовить Лосось На подушке Из-за рукой Короче У меня был кабачок Болгарский перец Два грамма Помидоров Череп В общем Все Сюда я закинула Кабачки Болгарский перец Помидор порезанный Такие томаты И сейчас Вот этого товарища Я еще нашла В предсмертном состоянии Его тоже сюда Порежу Крупненько Так Чуть-чуть посолим Здесь я тоже Специями Какими-то посыпала Закрываем фольгой Где-то 12 минут В духовку Так Там уже Почти все готово Я сняла Только что Фольгу Оставлю еще Где-то минут На 7 И потом Я взяла Сыр бри И порезала И его добавлю Ну и за 3 минутки Еще подплавится Так 3 минутки Прошло Она чуть-чуть Начала золотиться Рыба Я знаете Что добавлю Еще я забыла Каперсы Ай бляха Муха Блин Обожглась Каперсы Когда со всем Этим перемешаются Тоже Вкусно Будет И немного Сыра Бри Ну как Немного Но Он вообще С овощами В основном Должен Перемешаться Так Давай У меня уж Скоро Это Такое блюдо У нас с вами получается Сыр Что-то особо Как-то Не потек Не поплавился Ну ладно Вот Короче Это блюдо С гарниром Сразу То есть рыба Плюс овощи Можно с рисом Там с картофелем С чем угодно Но вообще Это Имейте ввиду Достаточно Жирное блюдо Поэтому я конечно Так все разложила Но я скорее всего Смогу съесть Вот один кусочек И там Такой микрокусочек Сыра Потому что Иначе будет Очень жирно Вообще вкусно Это еще можно Знаете Как запечь Сделать Такие мешочки То есть вот Разделить Стейки напополам И в каждый мешочек Добавить овощи Кусочки Сыра И Кусочек рыбки И это будет Прям порционное Блюдо Вот Пробуем Камамбер Восхитительно По вкусу Зачитается С лососем Ну с лососем Ребята Вы же понимаете Что это шутка Я не знаю Как мне так получается Запекать Но овощи Получаются Приготовленные И хрустящие Она была Поварихой Это же не арбуз Это дыня И там в кустах Тоже дыня Так вот Это надо Внимательно Чтобы этот садовник Не украл Ну а это Видите Решила помереть Потому что Они видимо Как-то может быть От одной ветки Найс Хватит жрать Здесь все Пожалуйста Где она тут Висячая Вон она Тоже дыня Как же мне хочется Скорее снять Пробы с гранатов Они просто Вот некоторые Здоровенные По размеру Вот как Здесь вот одна ветка И держит два Прикиньте Просто Вон там они Какие гигантские Я люблю С гранатом Все Но мне кажется У нас дохрена Гранатов И знаете Что я сегодня видела Вот это яблоня Вон Во Видите Виноград Виноград Жумгад Ползучий И он просто Вот везде Вот в этих деревьях Везде Где-то есть Гроздья винограда При том что У меня с удаленным желудочным Типа его Особо нельзя Сейчас уже Сколько 7 вечера Норт Не ешь мусор Там просто Я поставила Пакеты Чтобы сейчас Вынести Норт Иди сюда Быстро Норт Кто мусор Пытался жрать А? В общем Сейчас уже 7 вечера Я поставила Видео на загрузку Сделала обложку Все Чтобы оно Завтра вышло И я сегодня Улетаю В Москву И потом В Казань Потому что Будет что Мастер-класс Золотом яблоки И я обычно Летала Через Анталию Но сегодня Я плечу Из Даламана Этот город Он находится Здесь тоже Примерно Там 100 С чем-то Километров Отсюда Но туда Дорога более плоская Туда ехать Полтора-два часа Вот В 9 вечера Выезжаю Перелет Я не знаю Чем я такой взяла Но он прямой Был один В час 30 ночи Вылет Прелет в 6.30 утра И завтра У меня просто Весь день Мне надо На маникюр Сходить заново Все нарисеть Кстати По поводу маникюра Блин Не знаю Видно или нет Сейчас Цвет и форма Были красивые Но матовый топ Как бы вот И он Ну на правой руке На многих ногтях Уже Видите Решил обколоться Многие писали Что вау Вау Какой крутой маник Ребят Я имею ввиду Ходила к русскоговорящему Мастеру А не к Турчанке Потому что в Турции Турчанки Насколько я понимаю Они Себе гель-лак Наращивают Это все особо не делают Как правило Из Что происходит Из Религиозных убеждений Потому что Ну там в общем Омовение же надо Пять раз в день делать А Лак Типа не пропускает Воду И поэтому Нельзя Блин Вот я не знаю Это Просто Если Кто придерживается Вот этой идеологии Напишите пожалуйста Внизу А вот Ну А внутри Там Ногтя Ну внутри Ноготь Кожа Там вот Внутри Попадает Не считается Вообще Вряд ли же В религиозном писании Ну про это Написано Тогда же Не было Гель-лаков То есть Кто это В первый раз Вообще Решил Мне интересно Надо почитать В общем Это не Чтобы разводить Какой-то там Религиозный Еще срач Этого еще не хватало На этом канале Мне просто Искренне Очень интересно Короче Они по этому Гелю лакил Гели Все это не делают Поэтому я ходила К русскому мастеру Чтобы найти Бьюти мастера Просто вводите Там типа Маникюр Анталия Вот что такое Я так Нашла мастера Но я с удовольствием К ней еще раз Вернусь Марина ее зовут Сейчас просто У меня получится Попасть К моему мастеру Но в моменты Когда я не смогу Я с удовольствием Буду к ней ходить Потому что форма классная Но матовый топ Не знаю Это С матовыми топами И у моего мастера Тоже проблема была Потому что он может Ну или откалываться Или очень пачкаться И вот у моего мастера Один топ От бренда C&I Был Который прям Круто держался И не пачкался Но с ним другая проблема То что он в одной банке Такой классный А следующий Она покупает А он вообще Какой-то более жидкий И не просыхает Или как-то вот тоже Что-то с ним происходит Поэтому матовый Это конечно Та еще Собака Но у меня уже Конечно Ногти начинают Ну Как бы не так прилично К сожалению Выглядят Сколько прошло Ну неделя Наверное Прошла пока Очень жаль Но в целом Мне нравится У меня машина Ягуард Кот Я бы был Пряматывай Красный Короче говоря Ребята Уже это длинный Влог получается Поэтому моя поездка В Москву Казань И так далее Будет уже В следующем влоге Спасибо вам огромное За просмотр И не забывайте Оставить комментарий Подписаться на канал Поставить лайк Ну и мы с вами Увидимся в следующем видео До встречи И всем пока Муа